Пресс-конференция глав регионов Северного Кавказа проходила в самом центре Москвы на базе одного из старейших новостных агентств России. Напомним, что телеграфное агентство ИТАР-ТАСС было образовано в далеком 1925 году, но несмотря на свой, казалось бы, преклонный возраст, ИТАР-ТАСС все так же остается одним из наиболее надежных и авторитетных источников объективной и оперативной информации. Не случайно старейшина глав северокавказских регионов особо обратил внимание присутствующих не только на ИТАР-ТАСС, но и на саму Москву, как место, где проходила пресс-конференция. Это очень важно. Многие индикаторы самочувствия Российской Федерации уходят сегодня на Кавказ. Но многое сегодня в России и зависит от Кавказа. Мы ясно чувствуем себя частью страны и хотим, чтобы Россия чувствовала себя немного Кавказом, заявил Рамазан Абдулатипов. Юнусбек Евкуров, отвечая на вопрос по борьбе с межэтническими конфликтами, подчеркнул, что руководитель любого субъекта обязан отвечать за конфликты на его территории. Как сделать так, чтобы национализма не было? Эта проблема стоит уже давно, и мы считаем сегодня возможным создать для ее решения в стране Министерство по национальным делам. Был Советский Союз. Тогда этих ярко выраженных проблем как таковых не было. И тогда этим вопросом довольно плотно занимались селы и судьи. Была общая идеология, на котором воспитывались подрастающие поколения. Потом провал 90-х годов, и сегодня мы плоды пожинаем. Я думаю, что придем к какому-то знаменателю, если не министерство, то сейчас и при президенте создан экспертный совет, хорошая экспертная группа, которая занимается по межнациональным отношениям. Ну и я думаю, что дойдем до какого-то там отдельного направления по межнациональным отношениям. О необходимости проекта духовно-нравственного воспитания молодежи говорил Рамзан Кадыров. Сегодня у нас есть серьезная проблема. Молодежь разных национальностей агрессивно настроена друг против друга. В школах пьют, курят, занимаются наркоманией. Если мы хотим построить сильное государство, мы должны не только бороться с этими явлениями, но и воспитывать патриотов страны. Нравственно воспитанный ребенок будет всегда защищать и слабых, и свой народ, и свою родину, отметил Рамзан Кадыров. В свою очередь Таймурас Мансуров, вступая в разговор, высоко оценил и само создание Северокавказского федерального округа, и ту важную роль, которую, по его мнению, сыграл подбор руководства в лице Александра Хлопунина. Создание округа Северокавказского, из-за этого Северокавказского, это, мне кажется, было разумное решение, потому что разговоры о специфике Кавказа были всегда как самоамнистией такой, чуть ли не оправданием того, что там ничего нельзя разумного сделать. Так вот в ответ на все это было такое, мне кажется, очень разумное решение принято. По окончанию пресс-конференции председатель Совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов СКФО, глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимрезов, обращаясь к журналистам всероссийских СМИ, подчеркнул, сегодня, для того, чтобы жители России лучше знали, чем живет Северный Кавказ, надо более объективно и заинтересованно освещать положительные аспекты жизни его народов, а не делать ничем не обоснованные акценты только на негативных событиях. Даже вот на этой площадке мы уже встречаемся не первый раз, риторика вопросов не меняется. Все время Кавказ, я вот обращал внимание в зал, журналисты, ваши коллеги были более активны, когда речь шла о банподполье, о каких-то скандальных вопросах. В этот момент начинали каждый что-то записывать, четко там писать. А когда говоришь там об архизе, ну, кто-то начинает там взевать, кто-то еще по сторонам смотреть. То есть позитивное происходящее мало интересует. Ну, вот это, к сожалению, очень плохо. И эти стереотипы надо все-таки менять.